Друзья, рядом со мной сидит моя любовь, моя первая любовь по YouTube-каналу. Аккуратно. Почему? Потому что это мой наставник, коуч, с чего мое знакомство с YouTube начиналось. Сергей Архангельский, вашему вниманию. Мы приурочили сегодняшнее общение к выпуску его новой книги, которая недавно вышла. Он расскажет, что нового в ней. Там обновилась информация, много классных кейсов и примеров. И об этом мы тоже узнаем. Вообще, я люблю рассказывать истории, откуда я вышел на знакомого человека. Это было в YouTube. Я что-то набирал продвижение в YouTube, наткнулся на какого-то человека, который у доски очень эмоционально рассказывал. Я вам расскажу, как выйти в топ. А теперь, пожалуйста, поаплодируйте все вместе мне. Вот эта любимая фишка. Это человек, который очень любит пить чай и смачно чмокать, когда мы общаемся в YouTube. У него просто есть свои особенности. И главное, что это суперспециалист по продвижению роликов в топ. Google, Яндекса и вот именно тематики SEO YouTube, он на первом месте. И главная фишка его курса в том, что он также обучает, кроме того, как работать с YouTube каналом, продвигать ролики, получать трафик и развивать, продвигать бизнес, в том числе и как продавать свои услуги, если вы менеджер YouTube. Это его отличительная черта. Сергей, ну теперь расскажи о своей книге. Я постепенно, ты очень много комплиментов мне сказал, очень приятно. Я сертифицированный эксперт по YouTube. Несколько сертификатов есть от Google. Вот один из них. Моя первая книга была не по YouTube, она была в сфере атомной энергетики. Я кандидат технических наук. Мне это очень понравилось. Я увидел, какое счастье, какой кайф, когда издаешь книгу. Когда можешь показать ее своим близким, когда можешь подарить маме, когда можешь подарить своим друзьям ее. И я понял, что мне очень хочется издать вторую, третью и так далее. И вторая книга по продвижению в YouTube вышла в 2015 году. Она стала бестселлером на Озон.ру. Вот эта штучка очень... Озон.ру очень плохо показывает книжку бестселлер. И она очень быстро продалась. Она продалась меньше, чем за полгода. Скажу сразу. В России, да и во всем мире, само издание книги, оно идет в убыток. То есть, мы издаем книгу и мы, в принципе, закладываем. То есть, мы не делаем цель, что книга продастся, если мы не Маринина, если мы там, ну, не Пелевин, если мы не Лукьяненко. Я не Лукьяненко. Значит, и, ну, главная цель эта книга, это повышение бренда своего, узнаваемость. И самое главное, что она появится в магазинах Озон, Лабиринт и так далее. И вот в этом году, через буквально месяц, в мае, выходит моя вот третья книга уже, вторая по YouTube, которая называется «Раскрутка в YouTube. Как привлечь сотни клиентов в ваш бизнес через продвижение видео». Как книга помогает продавать, вот тебе лично? Очень просто. Люди ее покупают. Люди видят, во-первых, люди видят экспертность. Очень мало книг на русском языке по продвижению в YouTube. Всего лишь там есть некоторые блогеры, которые издали. Соболев издал книжку. Еще есть, но очень мало книг, каким образом вывести ролик в топ, каким образом привлечь на него аудиторию. И что делать, если вы не блогер? Если у вас есть свой бизнес, и вы хотите на него привлечь целевой трафик, просмотры подписчиков и так далее. Люди видят эту книгу, люди покупают ее, люди обращаются ко мне. Книга окупилась в несколько раз. И очень важно, книга хороший подарок. Книга хороший подарок на встречах, на знакомствах и так далее. То есть книжка сразу продает. Если человек издал книгу, он не просто сам издат сделал, а издал в издательстве, хоть в каком-то. Книжка имеет ICBN, номер специальный. И книжка, ну она везде видна, в Озоне, в Лабиринте, в куче магазинах, читай город и так далее. То это сразу мега доверие. А сколько время было потрачено? Потому что у нас влог для предпринимателей, это один из инструментов, получается, книга. Но очень часто это не делают, потому что это бешеные затраты сил. Как ты заставил себя все-таки это сделать? И не один раз уже. Ну скажу главный секрет, как бы сейчас люди, может, не ожидают. Книга, важно, очень важно делегировать. Очень важно, чтобы был человек, который большую часть ее, вот эту всю воду, эти шуточки про YouTube, это всякие какие-то вещи, которые не связаны с контентом, который, ну честно, за вас ее напишет. Есть так называемый литературный негр. Почти все писатели им пользуются. Как пример Дюма, я не помню, только старший или младший, у него был человек, который за него, по сути, все книги написал. А моя часть в этой книге, то есть не подумайте, что за меня ее написали полностью, моя часть дать контент. Огонь, огонь, огонь. Что было сделано в первой книге? Я увидел, что контента мало. Я провел тренинг «Секреты быстрого продвижения YouTube 2», вроде он назвался. Я этот тренинг быстро запустил, на него пришел народ, я провел его за три дня, все это отдал на транскрибацию. Что значит транскрибация? То есть я нанял людей на воркзиле, которые взяли ее в текст, вывели. И я весь контент, вот эту весь текстовку отдал своему литературному негру, девушке, которая ее написала мне, мой литературный редактор. И она все это обработала, подбила главы, и получился уже литературный текст, который мне осталось только добавить иллюстрации, показать, где я в топе, где вышел по ключевому слову, где попал в тренды и так далее. И вот, по сути, получилась книга. Коротко, набор, что нового в новой книге, какие-то, может быть, главы? Новые – это кейсы, почти все кейсы обновлены. То есть я убрал, где-то я показал, что до сих пор, это как показать, опять же, что некоторые ролики, до сих пор мои ролики в топе по ключевому слову за 2012 год, 2013 год. То есть продвижение YouTube работает на вас на года вперед. То есть один раз вы ролик сделали, и до сих пор он работает. И YouTube до сих пор, вот, как бы, люди просматривают и набирают просмотры. Но очень важно, очень многое изменило, и за это время YouTube поменял алгоритмы очень многие, это тоже добавлено. И самое главное – добавлена глава про YouTube AdWords, про YouTube Ads. Я показал, каким образом таргетировать на аудиторию, каким образом, прямо на скриншотах показал, каким образом вы можете таргетироваться на блогеров, на знаменитых, каким образом у них рекламу прямо показывать через YouTube Ads. И каждый сейчас может не вкладываться по-большому в YouTube, а спокойно взять по инструкции, по моим инструкциям, по, допустим, которые Google дает, спокойно взять, запустить компанию свою, получать целевые настоящие просмотры и получать, главным образом, трафик, который конвертится в подписчиков и в продажи и так далее. А у нас Google Ads и вообще YouTube, творческая студия, поменяли интерфейс, уже сделано по новому интерфейсу или нет? Слава богу, до сих пор можно старый интерфейс еще использовать. Я не принимаю, я везде на всех каналах использую классический интерфейс. Новый интерфейс просто жуткий. Ну, как и все, что очень часто делают Google и YouTube. Они очень... По какой причине? Там просто не все функции включены. Да, там не все функции. Только из-за этого проблема? Да. Ну, просто доработку ждем-то даже. Ну, мы ее ждем. Ну, ждем уже давно. Мы ждем ее больше года. Они все обещают, обещают. Пока есть классический интерфейс, мы его используем. И есть галочка специальная, когда можно всегда на него скатиться постоянно, чтобы новый интерфейс не приключался. Хорошо. У нас жаждет зрителя все-таки кейсы какие-то узнать, примеры. Может быть, показать слайды? Давайте. Что мы можем привести к примеру? Давайте. Один из кейсов, очень позитивный, это Иван Рудаков, известный достаточно актер. В сериалах он снимается. Был очень быстро выведен ролик в тренде. Ролик за сутки собрал более 30 тысяч просмотров. Около там 40 тысяч и так далее. И это дало, у него раскручивался очень интересный проект. Человек с нуля начал заниматься боями. Боями, ну, типа без правил, там очень много подразделений. И прошел весь путь и победил в соревнованиях. Один из роликов, как он тренируется, попал в тренды, собрал более 30 тысяч просмотров и привлек на его канал достаточно большую, целевую, активную, интересную аудиторию. А он что, еще раз, что он продает, какая задача, цель канала в целом? Цель, вот он-то все и делал, у него цель бренд свой собственный, узнаваемость. Ему сразу предложили, не то, что там новые роли, а ему сделали новые предложения, которые достаточно интересные для него, для его бизнеса. Люди увидели с другой стороны его. А сейчас он снимается постоянно, просто вот я его вижу в Facebook, и он очень благодарен, рад мне, что вот такое получилось. А из скольки роликов, из количества, сколько было продвинуто, чтобы один попал в тренд? А мы делали там ставку на него специально. Мы на него массово делали внешние характеристики, очень много. Внешние характеристики, может кто-то не понимает, это что? Очень важны внутренние характеристики. Есть так называемый треугольник Архангельского YouTube. Вот он у нас, это внутренние характеристики, внешние характеристики, характеристики канала, внутренние это там описание, название, а внешние это очень важно, это лайки, избранные, комментарии, чтобы они пришли как можно быстрее на ваш канал, наш ролик. У нас получилось сделать это достаточно быстро, у нас была возможность привлечь очень много русских просмотров, очень качественных, и поэтому ролик попал в тренды, и сыграло свою роль. Это кейс какого года? Это в прошлом году. Это в прошлом году. В прошлом, да. Сейчас еще мы на тренд как-то можем воздействовать, чтобы был шанс попадания в тренды, или алгоритмы настолько сильно поменялись, а я знаю, что они очень сильно поменялись. Сейчас что-то были какие-то... Сейчас мы не можем, честно скажу, сейчас мы не можем в тренды выйти. YouTube закрывает дыры, YouTube закрывает возможности. Сейчас самая лучшая возможность, это у нас выйти по ключевому слову, по ключевику у нас все для этого возможности есть. YouTube обновил свою первую страницу. У меня был страх полтора года назад, что вывод по ключевому слову в топ-гугла именно, в топ-гугла, станет вообще невозможным. Почему? Потому что Google убирал из первой страницы вот эти все ключевички, и был уже страх. А сейчас поменялся полностью интерфейс. И три ролика у нас показывают. И можно их пролистывать, вот это все. То есть это очень здорово. Google услышал нас, Google дал нам шанс. Но он закрыл оверлей. Да. Вот это беда уже. И он 2 мая позапрошлого года убрал подсказки. Убрал эти самые аннотации. Было очень грустно, трафик упал в разы. То есть приходится постоянно какие-то новые возможности искать. Но в этом есть плюс. В этом плюс есть профессионализма нашего, что мы ищем какие-то возможности, которые, возможно, повлияют на продвижение. Какие у нас есть возможности перевода на сайт? Остались у ролика. И что нам сделать, чтобы человек все-таки понял, что вот можно нажать эту кнопку. Вот есть подсказки. Как подсказки использовать наиболее эффективно. Триггеры как-то называют. Конечные заставки давайте лучше вот это. Подсказки, да. Но там кликабельность их вот все меньше и меньше скатывается. Надо либо очень сильно мотивировать человека. Подсказки то, что выводится вверху. Справа вверху. Да, да, да. Надо либо очень сильно мотивировать человека, чтобы он нажал на эту подсказку. Но лучше, чтобы человек досмотрел ролик до конца и нажал на конечную заставку. И чтобы перешел на наш, подписался на канал или, допустим, перешел на наш сайт. Ну, как досматриваемость, часто досматривают 30-50% и не больше. То есть конечная заставка на работу тоже не очень. Аж какие еще? Ну, мотивировать больше, чтобы нажимали ссылку в описании, делать, не знаю, дополнительные всплывашки. Там жми, там. Там можешь скачать презентацию, можешь там перейти, посмотреть, купить, там, я не знаю, да? У нас есть Google AdWords. Опять же, если мы будем ролики делать специально под него, затачивать, если мы будем делать короткие ролики, ролики, допустим, на 59, на минуту, и еще там их немножко продвигать, и, допустим, эти ролики специально таргетировать на нашу аудиторию, мы таргетировать можем по ключевым словам, по аудиториям, по интересам и по каналам. Мы можем взять и прописать каких-то блогеров. Варламова, Дудя, Соболева, Кучо. Мы знаем, допустим, что у Варламова наша аудитория, как пример. Допустим, там он очень вот про многоэтажки, про это все строительство. У меня есть клиенты, которые занимаются строительством, для которых эта аудитория очень сильно интересна. И мы на него специально таргетируемся. Это отличный вариант сейчас. Опять же, у нас самый важный параметр, это на YouTube, ну ты это знаешь, это удержание аудитории, чтобы как можно больше человек досмотрел наш ролик до конца. И если у нас огонь-огонь контент, если наш ролик ждут люди в определенное время, в определенный день недели, это просто отлично. То есть и мы можем уже как бы продавать, не продавая. То есть люди ждут наш ролик, люди досматривают до конца, люди кликают, переходят. Смотря на Сергея, начинаю понимать, как важно эмоциональная составляющая в движении в YouTube, особенно когда ведущий. То есть заряжает энергией. Я просто не могу иначе. Я был бы рад, и не могу. Представим, вот сейчас нас слушают начинающие предприниматели, они уже поняли, что нужно создавать YouTube-канал. Какие, как ты считаешь, их вообще первые действия? Какие ролики создавать? Какие инструменты использовать? Какой-нибудь топ-5? Надо создать канал. Вот в любом случае. Вот первое действие. Вот это ожидать, 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 что вот если бы я хотел бы сделать идеальный ролик, я до сих пор бы не сделал его. Это и сейчас я уже экспериментирую. У меня дома своя студия, у меня хромакей. Хромакей это зеленый фон однотоновый. У меня полупрофессиональное освещение находится, достаточно дорогое. И даже сейчас мне мои ролики не устраивают. Я могу хорошо, лучше, у меня звук нормальный. Вот у тебя очень хороший звук, видно. Эти штучки поставлены, камера классная. Если бы я хотел сделать бы идеальное, я бы до сих пор ничего не сделал. Мои первые ролики были записаны без монтажа, либо с очень кривым монтажом. Они были записаны на мыльницу, вообще на жуткий. Но в то же время они выходили в топ, они привлекали просмотров и самое главное привлекали клиентов. Ролики о чем? Мои ролики были только про одну тему, про продвижение раскрутки в YouTube. У тебя получается инфобизнес, это самая такая ходовая ниша, где использовать YouTube на 100% нужно. Делиться, чтобы потом продавать уже более комплексно. То, что ты расскажешь, чему учишь. А в каких еще нишах, может быть, твоих клиентов, YouTube, ну вот, считаешь, нужен? Там весь смысл продвигать ролики. Есть какие-то примеры? В любой нише, где нужен трафик, трафик нужен во всех нишах, но иначе никак. Где, допустим, мы очень много ниш сейчас встречаемся, где цена клика в YouTube AdWord, в обычном AdWord, который контекстная реклама, либо в Яндекс.Директе цена клика, ну, нереальная просто сейчас. Ну, сколько? Мы как раз общались на контекстную рекламу. Что мы подразумеваем? Какие цифры? Больше, допустим, больше 300 рублей за клик, больше 500 рублей за клик. Как пример, мы можем взять нишу медицину, допустим. То есть, и, допустим, по этой нише Яндекс.Директ требует сертификатов различных. Ну, правильно, что он требует. Допустим, один из кейсов у меня, это стоматологическая коллега Олега Конникова. Это он стоматолог Первого канала. И мы сумели привлечь целевой трафик на его ролики, сумели вывести в топ. Один из роликов вышел в тренды. И у него пришло очень много клиентов, вот именно из YouTube. То есть, стоматология, он рассказывает очень просто о сложном. Каким образом, что влияет, вот там, на Десну, что такое профессия гонотолог. Гонотолог. Это специалист, который по соприкосновению суставчика вот этим. Я не знал, мне даже интересно самого ролики его слушать. И эти ролики, они короткие, они интересные, они сочные. Они показывают его экспертность. Это очень важно. Показывают экспертность человека. И дальше мы из этих роликов ведем на сайт. Вот механика в каждом ролике ведется на сайт. Или есть какие-то, может быть, каждые пять роликов какой-то рекламный. Или это просто контентные ролики, где он делится какими-то советами. И за консультацией можете обращаться. На что закрываете? Какая-то механика. Почти всегда изменена монетизация в прошлом году, в начале прошлого года. И для того, чтобы разместить ссылку внешнюю, в конечных заставках, в подсказках, нужно иметь монетизацию. Ну, это понятно. Для того, чтобы получить монетизацию, нужно 4000 часов просмотров, 4000 часов и 1000 подписчиков. Кроме того, после даже получения данных элементов происходит 3-4 месяца, пока канал отправляется, проверяется и так далее. Именно поэтому, опять же, очень важно сейчас начинать. Пока вы раскрутите, пока вы поймете, что вам интересно, вы получите. Вот любой из вас, вот сейчас обращаюсь к твоей аудитории, любой из вас может раскрутиться на ютубе, привлечь эти целевые просмотры, этих подписчиков. 1000 подписчиков это немного, это усилий на месяц, на два, допустим. Ну, в зависимости от ваших, конечно, данных. И получить монетизацию, и уже продвигать какой-то свой продукт. Вот эту внешнюю ссылочку использовать для привлечения. А вначале можно, в крайнем случае, ну, как вот делают новички, вот смотри в описании и так далее. Ну да, ты упомянул описание, в описании как раз можно ставить ссылку, а конечной заставки, подсказки, добавив туда внешнюю ссылку на прикрепленный сайт, а можно прикрепить один сайт. Ничего не у нас не изменилось. Один сайт можно. И сейчас ютуб очень карает. Раньше можно было использовать так называемые редиректы. Редирект, ну, это вот, это перенаправление. И перенаправление не зависит от тебя, это не видно даже человеку. Раньше я использовал очень часто, пока один раз не получил за это санкции. На меня наехали, мой ролик вышел в тренды, он перебил многих, и на меня кинули страйк за это дело, за редирект. И теперь я стараюсь редиректы не использовать. И всему лучше использовать честно вот один сайт сейчас. Именно поэтому очень сложность. Если у вас нет сайта, многие мне говорят, у меня есть инстаграм раскрученный, у меня там десятки тысяч подписчиков. Вы сейчас можете ссылку на инстаграм использовать только в описании. То есть вы можете использовать через редирект ее. То есть у вас будет ссылка на сайт, который переходит на инстаграм. Но рано или поздно опасность. Вы рискуете, вы рискуете просто. Рано или поздно. Либо надо использовать всякие такие секреты, типа мы перешли на сайт, а теперь мы вот кликайте, перейдите на инстаграм. Но зачем? Когда у нас может быть сайт наш, хороший, раскрученный, позитивный. Мой сайт находится в топе, в Яндексе на первых позициях. И который вот вам будет в помощь. По аналитике, как результаты вообще? Меришь, не меришь? Потому что есть понимание, когда нужно продвигать бренд, как-то в чем-то там измеряется. Когда вот врач продвигает себя, как бы говоришь, есть клиенты. А как это доказать, что есть? Есть отзыв от него или как? Отзыв есть, конечно же. Вот мой канал. Два канала. На одном канале 28 тысяч подписчиков. Ну, 27 тут показывается. На другом канале 20, там, 2 тысячи. Я уже не считаю. Вот конституальная клиника Олега Конникова. Вот был ролик про Венера, выведен в тренды. Нас вот немножко не магия обошла, каплюшку. Вот есть отзыв. Отзыв на бланке компаний. Ну, более так, скромненький. Вот. Тоже привлекли целевые просмотры, привлекли лайки, массовые репосты. И ролик попал в тренды. Это дало, опять же, рост, опять же, доверие. И опять же, у него очень вот это самое интересное, интересный контент, интересная вот аудитория. То есть, суть продвижения данного канала, что врач обладает определенной экспертностью, он и делится в компактных роликах на разные темы, они продвигаются в топ. По возможности использования инструментов попадает, иногда выстреливает в тренды, как один из роликов. Задача подписчиков, в первую очередь, доверие, переходы на сайт. И, как бы, по его отзывам, есть клиенты. Да, мы не замерили, но, в принципе, это работает. Сейчас есть возможность. Опять вот, тренд сегодняшнего, ну, я так считаю, опять же, это YouTube Ads, YouTube AdWords. И там есть возможность, что мы сделали конкретно. Есть так называемый пиксель Фейсбука. Мы ставим на страницу, значит, есть сайт. У нас есть какое-то ключевое действие. Ключевое действие – это заявка на консультацию. У нас после заполнения этой заявки есть так называемая страница. Thank you page, страница благодарности. И мы ставим на эту страницу наш пиксель. Он ставится в кабинете AdWords. С Facebook? Ну, так он называется. Нет, он в AdWords находится. Мы ставим на эту страницу. Значит, в результате, что происходит? То есть, давайте логично. У нас есть ролик, смотрим логическую цепочку, в котором есть ссылка. Эта ссылка выводится сразу же в YouTube AdWords. YouTube AdWords, вы видели эту рекламу сотню раз. Это прероллы, либо у нас, которые выводятся до начала ролика, либо YouTube Discovery, которые выводятся в топчике на первых позициях. Как контекстная реклама. Человек переходит на наш сайт. Google все это фиксирует, естественно. Человек заполняет эту форму и переходит на страницу благодарности. И получается, Google, YouTube все это зафиксировал. И у нас в YouTube Ads, в YouTube AdWords, как раз учлось, что у нас столько-то просмотров, допустим, тысячи просмотров, ну, там 10 тысяч показов, потом там тысячи просмотров они перетекли, которые перешли в клики и которые перешли в конверсию. Да. Какие еще механики? Ну, вот я хочу YouTube канала, понимая, что нужно продвигать бизнес с помощью YouTube канала. Вот какую-то еще механику, какого-то еще клиента разобрать. Есть еще какой-то вариант? Алексей Тараповский. Этот очень независимый финансовый аналитик. Ну, доллары миллионеры, это само собой. Очень интересный видеоконтент про бизнес, каким образом вкладывать деньги, каким образом инвестировать и так далее. Комплексно работали по нему. Очень важно продумывать медиаплан. Продумывали. Вот на первом этапе, вот ты просил совет для начинающих, мы очень продумывали семантику. Что такое семантика? Это семантическое ядро по нашей теме. Это список запросов, которые люди набирают. И мы знаем, что семантика, которую мы собрали в Яндекс.Директа для Google AdWords, она очень сильно отличается от YouTube. Потому что нам важно смотреть, кто у нас в топе Google, кто у нас в топе YouTube, вот эти запросы вычленять. И мы очень ответственно к этому делу подошли. Мы собрали список тем, которые интересны нашей целевой аудитории. И мы на эти ролики целенаправленно, еженедельно, по вторникам делали ролик. Достаточно они длинные были. По 20-30 минут. Это опять же, что это дало? Люди, есть... Очень сильно возросла аудитория активная, которые комментировали, которые вот начали вливаться и так далее. И выросли переходы на сайт. И уже перешли в заявку на консультацию на его. Опять же, я сейчас тебе не покажу вот это самое вших. Вот есть волшебная кнопка. Миша, есть волшебная. Но мы никому не скажем. Ну, надо делать качественный контент, надо смотреть за YouTube-аналитикой, за удержанием аудитории и влиять на характеристики на определенные. Надо думать, какое название ролика, какое описание, представлять ссылочки, не нарушать правила YouTube. Сейчас очень много каналов блокируются. Блокируются по каким-то надуманным критериям. И важно как можно быстрее канал разблокировать, допустим. Мой клиент был на этой... В прошлом месяце блок-канала. Успели, спасли канал. Около... Там было больше 7 тысяч подписчиков. Разблокировали, спасли и так далее. Но это... Потерять это все, это очень грустно. Важно успеть. Важно не нарушать правила никоим образом. Что значит, какие правила? Не рекламировать запрещенные товары. Всякие... Ну, не будем говорить. Это понятно. Все знают, что такое запрещенные товары. Момент один, что там настолько запрещенные товары, всякие эти моменты. Лучше прочитать страницу, что запрещено. Там есть куча нюансов, особенно в медицинской тематике. Когда... Вот, например, медицинские товары нельзя показывать. Или там бренд. Можно сказать, что мы... Как это сказать? Кардиология можно. А вот услуги по кардиологии мы предлагаем вам сделать нельзя. То есть, вот эти нюансы по некоторым нишам, они есть. Надо ознакомиться с этим, если особенно вы с медициной связаны. Да, да, да. Ничего страшного. Ну, кроме того, сейчас есть, мало кто знает, есть у Google, у YouTube поддержка. Она обновилась. Обновился форум по поддержке. И по многим вопросам можно обратиться и разрулить ситуацию. Это недавно, да? Были группы. Были группы. Я про группы говорил в своих тренингах. Они, группы, переформатировались. И сейчас есть отдельно поддержка. Ну, ссылки мы приведем в описании, если возможно. Не забыть, хорошо. Не забыть. Если что, наполните. Да. И есть отдельно группы. В группах запрос, что вы виден, а через поддержку решаются любые проблемы. А кто там отвечает? В группах, в этих сообществах отвечают люди, которые имеют выход на суппорт непосредственный. Очень высокая квалификация. И очень часто решают проблемы, которые наболевшие. Ну, ты хочешь примеры всегда. Решили вопрос с ссылкой на канал. Потерялась ссылка на канал. Ссылка дается, раньше давалась один раз. Сейчас уже можно менять эту ссылку. Урл ссылки. YouTube.com. Слешка. Имя твое. Потеряли ссылку, не можем установить. Написали в поддержку. Написали в поддержку. Обосновали все. Они ответили. И за сутки ссылку восстановили. Это очень важно. Потому что, ну, ссылки важны. Почему они важны? Потому что мы на них, мы их пиарим везде. Мы их пиарим в социальных сетях. Они собирают так называемый вес какой-то. Сейчас меня сеошники поправят. На самом деле они вес не собирают. Они скажут неправильно. Но мы на эти ссылки немножко накручиваем внешние ссылки на форумах. У меня есть отдельная услуга. Это вот пассив на форумах. Мы делаем там 30 тысяч внешних ссылок на эти, на урл канала, на ссылки на ролики. Не было еще негатива? Ни разу. Сейчас прям. Ни разу не было. Что-то такая опасность поднимается, особенно с алгоритмами, с меняющимися. Ни разу не было. Я заметил, как пример, ну, если мой канал. Давай посмотрим. Вот. То есть мы инкогнуто смотрим, чтобы не было какой-то подстановки, ничего. Продвижение в Ютубе. Сразу здесь выводится мой канал. Я сумел свой канал продвинуть на первую страницу. Это мой канал. Мой канал Джаз Директору. Почему мы открыли в инкогнито режиме? Потому что в инкогнито режиме не собирается информация о предыдущих запросах. Любой из вас, если вы находитесь в России по-хорошему, ну, это даю такое уточнение, может набрать и увидеть. И ты вот этот канал отображается здесь? Это моя реклама. Это моя реклама. Это Яндекс.Директор. А, вот он. Видишь, видите, реклама. Вот. Ну, немножко меня вот тут, видите, обвели. Вот мой канал. Опять же, он здесь дублируется. А вот мой сайт за счет SEO-выдачи. Мы можем посмотреть, раз мы так гуляем, хорошо. Раскрутка YouTube. Очень нужный, хороший запрос. Кстати, довольно конкурентные запросы. Там просто так не пробиться. Поэтому вообще держать долго топ, это многого стоит. Справа канал. Сайт. Это реклама. Видите, реклама написана. Вот. Сайт. Это SEO-выдача уже на первом месте. И на втором месте. Все равно рекламу крутишь, даже при том, что она всего лишь на двое позиции ниже сайт. Да, рекламу кручу. Срабатывает все равно. Рекламу кручу на целевой ландос. Основная тема у меня топ YouTube 2. Очень симпатичный. Это закрывают на услугу. На услугу на продвижение, на раскрутку. Вот с космонавтом. Вот очень позитивный. Причем, что важно. То есть, вот. Поменял. О, я же не видел его. Класс. Он давно, да? Реально давно не видел. Слушай, ну я в него столько уже вложился. Тут каждый уже штрих поменен. Вот все, что угодно. Он уже быстро загружается. Тут куча элементов оставит заявку. Слышится круто. Мы выкладываем конверсию. Ролик запилили. Кейсы. Мои компетенции. Что книжка, что сертифицированный. Чат поставили. Что очень важно. Отслеживать внутреннюю аналитику. Сейчас немножко тема YouTube. Прямо так. Автопик такой. Стоит сквозная аналитика. Метрика Ройстата. Что это дает? Благодаря Ройстату. Благодаря его счетчикам. Я вижу, откуда, с какого объявления из Яндекс.Директа, с какого объявления из Google AdWords. Ко мне приходит лид. И если он закрывается, я вижу, сколько это лид мне принес. По деньгам. По деньгам. Да, да, да. Если хотите подробнее узнать про Ройстат, смотрите ролик с Сашей Москаленко про контекстную рекламу. Обязательно ссылку оставлю. Если что, в комментариях напомните. Там прям подробно это описываем. Я был поражен. Потому что для начинающих бизнесменов, для любых бизнесменов, надо понимать, сколько они вкладывают на маркетинг. Должны знать свои коэффициенты Роми, сколько возврат на инвестиции и так далее. И надо понимать, что если мы вкладываем 10 тысяч рублей Яндекс.Директ, сколько они нам приносят в конечном итоге? Если 50, то и так далее. И благодаря Ройстату, благодаря счетчикам вот этим всем, мы понимаем, сколько нам приносят. И Ройстат мы на все, что угодно ставим. На вот этот лидген, где я всплыл, на обратный звонок, на инстаграм частично, на фейсбук рекламу и так далее. А какой тариф сейчас? Там 10 тысяч, которые или? Я в пакции вписался. Тоже это просто интеграция? Я очень, у меня задание от моего, одного из коучей, везде скидку, проситель, требовать, требовать. И я в Ройстату сертификат получил, очень красивый, они мне по почте его прислали. И там за 25 тысяч по полной программе. И они сами мне внедрили. Очень высокий уровень сервиса. Приятно, что такие сервисы существуют у нас, которые вот так все внедряют, под ключ делают. И уже вот я хоть немножко там разбираюсь, наслаждаюсь и так далее. Совет, если вы занимаетесь интернет-маркетингом, диджитал и всем прочим, реально обращайтесь в сервисы, которые вы можете пропиарить, рассказать на своем ютуб-канале, запартнериться с ними, они бесплатно вам предоставят услуги. Вам нужно просто несколько упоминаний. Например, у нас так произошло с GetResponse, с рассылками тоже. То есть они нам дали пакет Pro за то, что мы будем их упоминать в нашем влоге. То есть эти существуют такие коллаборации, обязательно просто используйте. GetResponse очень качественные рассылки, полностью поддерживаю. Там у них очень большие возможности по сегментации. Мы можем отследить, сколько вот приходит аудитория, какая надо базу и каким образом вычтите ее, допустим. Я очень много через e-mail маркетинг продаю. А я хочу сейчас острый вопрос. Вот смотри, контекстная, вот скажем, разный бизнес хочет трафик, конвертацию в клиентов. У нас есть разные инструменты, а ютуб это только один из инструментов. Когда лучше использовать контекстную рекламу, когда, скажем, таргет в социальных сетях и в фейсбуке, в социальных сетях в фейсбуке, а когда использовать ютуб? Ютуб, вот для чего он именно по сравнению с другими источниками? В каких случаях? Ютуб для усиления своего бренда идеально подходит. Смотрите, ну, любой инфобизнес. Предприниматели просто цифрами. Мне интересно, как ты сформулируешь это. Я тоже понимаю, что это нужно, но это реально на уровне эмоций и такого. Слушайте, ну, мы везде считаем цифры. Опять же, мы считаем переходы. Мы считаем переходы из ютуб AdWords и ютуб Ads. Мы считаем переходы из этих подсказок, которые никто не переходит, по сути. Мы считаем из конечных заставок, сколько переходят. Мы все это высчитываем. И опять же, для многих бизнесменов, ну, ютуб это в любом случае, во-первых, это на длительную дистанцию. Слушайте, если вы начинаете бизнес и вы рассчитываете на полгода, как бы, ну, ютуб точно не для вас, как бы. А ютуб это на длительную дистанцию. А когда определились с нишей, уже четко, вот, куда примерно идем, там, оттесывать уже будут. Когда вы понимаете, это весь инфобизнес, это понятно в любом случае. Если вы занимаетесь инфобизнесом и у вас нет роликов на ютубе, у вас нет инфобизнеса, это понятно. Значит, ты так вопрос красиво задал, я потерял нить. Я лично рекомендую практически во всех нишах хотя бы протестировать. Вы можете благодаря ютубу увеличить даже пусть не маркетинговые свои какие-то характеристики, а свои личностные. Вам придется ролики писать, вам придется рассказывать о своем продукте, вам придется как-то показывать его с хорошей стороны. Очень много ниш, где которые ниши, казалось бы, ну, просто нереальные. Пептидные комплексы. По, для, вот, комплексы для здорового питания вообще, казалось бы, ну, ни о чем. Нет, сумели вывести в топ, рассказать про них, привлечь трафик и так далее. Да, всегда важно считать клики, переходы. Иногда важны просмотры. Настоящие, хорошие, нативные и так далее. Интересно, а мне получится похвастаться или нет? Давай похвастаться. Так, и гугл у меня только вот здесь. Вот он ролик. Я видел этот ролик, ты по ключевику раскрутку в ютуб или продвижение в ютуб в гугле. На, там, пятой или шестой позиции. А если, так. Набери продвижение в гугле. Тоже ролик. Вот. Да, ролик вот. Ну, на главной странице, ну, внизу, вот, видеомаркетинг, ютуб для бизнеса, наш канал. Ну, вот. Опять же, давай, давай, откроем его. Ты мог назвать канал Миша, Миша, Миша Шала? Да, ты же хочешь свой бренд. Давайте все назовем каналы, давайте, как там Григорий Остер, эти вредные советы. Давайте все называть каналы своим именем и фамилией. Это плохое. Так, ребят, не делайте. Потому что никто в ваш имя и фамилии не набирает никогда. А если вы назовете, если вы пройдете небольшое исследование, ресерч, то вы поймете, что люди набирают видеомаркетинг, продвижение, раскрутка, как привлечь клиентов, никому не важно, как вас зовут и так далее. За исключением, если вы медийная личность, если вы Ксения Собчак и там, ежу с ними. Вот. На третьем месте. Вот видите влияние. Продвижение в ютубе. Реклама дофигищая. Ой, опа, сейчас вот здесь. Ну, немножко упал вот сегодня. Вот здесь, да, ролик. Но опять же, это ролик 2017 года. И вот опять вот это все работает. Спасибо за крутую информацию. Ну, я бы задал такой общий вопрос. Как себя мотивируешь на работу? Отличный вопрос, неожиданный. Для меня очень важно это путешествие. Я понимаю, очень многих бизнесменов заела вот эта тема. Только за прошлый год я объехал около 14 стран. Я всю Юго-Восточную Азию, без там вот стран некоторых там, где виза нужна была. Я побывал в Дубае, я мечтал в Барселоне побывать, я был в ней, в этом самом Лиссабоне, в Португалии. И я в конце года, в декабре, я мечту совершил свою, побывал в городе Александрия. Это в Египте. Я очень, очень важно, как бы такое сейчас с Ютубом не связано. Ребят, расширяйте свой кругозор. Больше читайте. Я прочитал книгу, допустим, Лоренса Даррела, Александрийский квартет. Я настолько вдохновился этой книгой, что мечтал посетить этот город. Он в Египте находится, на самой северной точке. Это было потрясающе. И из Александрии я в Ливан. И я был потрясен красотой Ливана. Мы были 60 километров от сирийской границы. Это было нечто. Чтобы достичь успеха в бизнесе и в Ютубе в том числе, надо обязательно найти эту систему мотивации, что вас мотивирует больше всего, потому что я солидарен с Сергеем. Путешествие, свобода перемещения, это реально на первом месте, это вдохновляет. И напоследок, значит, как бы, как... Ты для меня важный клиент. Ты клиент самого коучинга. Коучинга до результата, где я довожу клиентов до результата. А результатом является два ролика в топе. И мы вроде очень быстро эти ролики прошли. и ты очень быстро закрыл клиента. Ты на втором или третьем занятии закрыл его. И мне хочется вот... А мне клиенты мои очень сильно вдохновляют по-настоящему. Мне хочется вот подарить тебе эту книжку. Это моя вот вторая книга всего, а первая книга по продвижению в Ютубе. С подписью. Класс. Да. Спасибо. Вот, очень. Я надеюсь, тебе она поможет. И ты еще больше результатов достигнешь по продвижению. Спасибо. 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 Спасибо.